Оржик, скажи, это шок на злого соседа, который тебя позавчера обидел? Да, он назвал меня Рыжим Червяком и сказал, что я не собака. Ну ничего, сейчас мы им отомстим. Да, и мстя наша будет страшной, мы ему поставим дизлайк под окном. Фу, какой вонючий диз. Всё, он завтра откроет свою форточку, чтобы покурить и задохнётся к рожачьей бабушке. Всё, и текаем. Бублик нас точно никто не видел. Всё чисто, папася, камер здесь нет. Корги Кекс, я, между прочим, ужас летящий на крыльях ночи. Я Чёрный Лис, у меня респект. Королевский Корги Кекс. Всем коржачий привет! Я Чёрный Лис, я ужас летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Кекс, и я второй в России Корги видеоблогер. Моё полное имя Великий Принц Кександр 14. Но те, кто на меня подпишутся, могут называть меня просто Кекс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут ещё две дворняшки. Хаски-бандит и Бублик. Если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят собачок. Хе-хе-хе-хе-хе. Да уж, я был лучшего мнения о буксовых способностях нашей человечески. Ага, все проверяют своих собак и проводят тест сдохшего человека. И она туда же. Алё, гараж-человечка, мы знаем, что ты не сдохла. Ты нас не надуешь, да, Коржик? А за то, что ты пытаешься нас обмануть, вот тебе, кусь. Хе-хе-хе-хе-хе. Да даже если бы ты и сдохла, ты чё думаешь, мы бы бегали вокруг и звали на помощь? Ничего подобного, мы бы просто ушли. И не потому, что мы бессердечные, а потому, что ты нас часто лупила мокрой тряпкой, и мы обиделись. О, святые оладушки, она ангела делает. Человечка, из тебя такой же ангел, как из Бублика троллейбусная остановка. Кстати, Бублонав, а чё ты к нам не идёшь? Попасть, а мне кажется, я чую то, о чём мы с тобой вчера говорили. Они где-то рядом. Что? Не может быть! Надо срочно начать их искать. Может, они вот тут под человечкой? Человечка, убери свою задницу, мне тут срочно надо кое-что найти. А что вы ищете? Это что-то вкусное? Так, тут этих хреновин нет, Бублик, пошли дальше искать. Да вы нам расскажете, что ищете? Да, я вообще не пойму, что это за секреты от нас? Вам ещё рано об этом знать. Вы слишком мелкие для этого, забудьте об этом. Что значит забудьте? Вы что, хотите, чтобы я вам сейчас тут по морде навалял? Я чёрный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Я жвачка, прилипшая к твоей подушке. За паухи и сосиски отстаньте. Бублик, кажется, я тоже что-то чую, а не здесь. Ой, да знаю я, что они ищут. Одно из двух, либо камнеежку, либо снежных хомячков. Точно, главная миссия Хаски найти камнеежку, а зимой снежного хомячка. Но если бы это были хомячки, то они должны были здороваться и говорить здрасте, добрый день. А эти волчая просто молча копают, причём не днём, а ночью. Ну да, а камнеежка сейчас живёт во дворе нашего нового дома. Кстати, надо поехать его проведать, может у него там еды нет? Рыжая сопля, мы воспитали дебильных корги, они собираются поехать покормить камнеежку. Пенсия, я тебе давно говорил, что этих ушастых величеств надо сдать в аптеку на опыты. Если вы сейчас же не скажете нам, кого вы тут ищите, я применю свой коржачий супер пук. Ладно, уломал, супер пук это аргумент, конечно. Короче, корги, мы с Бубликом ищем волшебные фрикадельки. Да, они растут под снегом зимой, и искать их надо только ночью, когда они засыпают. Я понял, вот почему они нас недавно стали называть ушастыми фрикадельками, потому что они между собой это обсуждали и часто использовали это слово. А что такое это хрюкаделька? Ну ты, брателла, даёшь. Не хрюкаделька, а фрикаделька. Это даже я знаю, это такой шарик из мяса, с ними суп делают. Мне в королевском дворце иногда такое подавали. Короче, волосатые саргельки, фрикадельки, что мы ищем, волшебные. Их можно поймать только по ночам с 1 по 14 февраля. Если мы их найдём, то станем самыми крутыми псами в мире. Сынуля, мы и так самые крутые псы в мире. Не говори им всё, им ещё это рано знать. Да что нам рано знать? Это что-то связанное с цыпочками. Ну раз тут их можно найти до 14 февраля, а это день всех влюблённых. Это буржуйский праздник. Мы сибирские хаски, русские собаки. Валентина в день и Хэллоуин не празднуем. Волшебные фрикадельки никак не связаны с днём всех влюблённых. Так, а ну быстро рассказывайте, зачем вам нужны эти волшебные фрикаделики. У вас же и так есть хосячая магия. Зачем об ещё волшебство? Много будешь ждать, скоро состалишься. Единственное, что могу сказать, что волшебная фрикаделька на чёрном рынке стоит секселён миллионов долларов. Офигеть! То есть если мы её найдём и продадим, то станем супер богатыми. Коржик, давай тоже будем искать эти хрюкадельки. Коржат, настройся, напишите в комментах. Вы знаете, что такое волшебные фрикадельки? Как их можно использовать? Выдостно нарисовать рисунок с нами и волшебной фрикаделькой и прислать в нашу группу ВК. В следующем выпуске я покажу ваши арты и победитель получит мою коржачью кружку. А её я вам уже показывал. Короче, идёте в описание, там ссылочка на группу ВК Бандита и Бублика. Отправляйте свой рисунок в предложенные новости. Очень жду ваших артов с фрикадельками. Включайте режим творчества. Нет, ну маловероятно, что кто-то из твоих подписчиков что-то знает об этих фрикадельчках. Не, ну а чё? А вдруг и вправду угадают, для чего они нужны? Так, ладно. В этот раз нам не удалось найти фрикадельки. Попробуем завтра. Коржик, скажи, это шок на злого соседа, который тебя позавчера обидел? Да, он назвал меня рыжим червяком и сказал, что я не собака. Ну ничего, сейчас мы им отомстим. Да, и мстя наша будет страшной. Мы ему поставим дизлайк под окном. Фу, какой вонючий диз. Всё, он завтра откроет свою форточку, чтобы покурить. И задохнётся к рожачьей бабушке. Хе-хе-хе-хе. Всё, отекаем. Бублик, нас точно никто не видел. Всё чисто, папася. Камер здесь нет. Ах ты, хвостатая сарделька. Ты зачем этот видос выложил на свой канал, когда мы дизлайк из лом на соседу ставили? Теперь он нас точно вычислит. Предлагаю сбежать в Канаду. До канадской границы тут 7 тысяч километров. Ну я не подумал, потому что я ещё маленький. Я решил, что круто будет показать Коржатам, как мы отомстили злому соседу. Коржата, срочно забудьте, что видели. Оргис-моргис, память подписчиков, стиромбис. Всё, бандит, хватит меня кусать. Я стёр подписчикам память, они ничего не видели. Коржата, напишите в комментах, вы помните о том, что мы сделали ночью под окном? Каролина, прикинь, мы сегодня всю ночь искали волшебные фрикадельки. Да, бандит с Бубликом перерыли весь снег в парке. Ты знаешь, для чего они нужны? Волшебные фрикадельки? Вы серьёзно? Как я могла про них забыть? Вам ещё рано про них знать. Лучше забудьте всё, что с ними связано. Они что, опасные? Или что ещё хуже, коварные? Да, Коржундель, боюсь, что волшебные фрикадельки намного опаснее и коварнее тебя. С ними нужно соблюдать большую осторожность. Да, главное не искать их днём, потому что днём они кусаются. Капец! Каролинка, вот за что я тебя люблю, так это за то, что ты не сговариваясь, поддерживаешь наш любовь с папасей пранк. Чего? Фрикадельки это пранк? Да, мы с Бублонавтом решили вас разыграть, а Каролина нас поддержала. Единственные фрикадельки, которые мы знаем, это ушастые фрикадельки, то есть вы. Бублик, Каролина, тикаем, они нас сейчас сожрут. А ну стоять, понючие волчары, почему вы нас постоянно дурите? Нельзя дурить чёрного лиса, потому что я ужас, ледящий на крыльях ночи. А я великий король Корг Третий, короля обманывать нельзя. Не, ну как они поверили, ухи свои лопухи развесили, мечтали найти фрикадельку и разбогатеть. Хе-хе-хе, ржу не могу, всё-таки Корги очень глупые собаки. Хе-хе-хе-хе. Это вопиющееся негодяйство, мы пожалуемся на вас в организацию коржачьих наций и в коржачью полицию. Хе-хе-хе, это будет ещё смешнее. Придёт такая ещё одна коржачья фрикаделька и будет там на полном серьёзе обвинения выдвигать. Ага, типа, как так можно? Вам корги доверились, а вы их дурите. Хе-хе-хе-хе. Коржака, обязательно напишите в комментах, как нам с коржиком надурить бандита, Бублика и Каролину. Мы хотим мести, поставить им дизлайк как нашему злому соседу не предлагайте, потому что они нас так сразу вычислят. Короче, я пошёл думать и вы тоже думайте, пока идёт мой коржачий рэпчик. Обязательно напишите в комментах прямо сейчас, не откладывайте на потом. Корпкий кекс, я нежно прочий, Ужас летящий на крыльях ночи. Я чёрный лес, у меня и век. Королевский коркий кекс. Я очень маленький щенок, размером ровно с пятачок. У кос в капусте я лежал, по виду явный нелегал. Потом я в стаю загремел, но не забыл я Винтерфелл. Живут со мною три собаки, вам всем известны кусаки. Корпкий кекс, я нежно прочий, Ужас летящий на крыльях ночи. Я чёрный лес, у меня и век. Королевский коркий кекс. Кусают маленького пса, как будто я им колбаса. Сарделькой газы называют и постоянно обижают. То лапу я им не подам, то все прицепятся к ушам. Но я так просто не сдаюсь, и этих монстров не боюсь. Корпкий кекс, я нежно прочий, Ужас летящий на крыльях ночи. Я чёрный лес, у меня и век. Королевский коркий кекс. Кусаюсь и рычу я грозно, и уклоняюсь виртуозно. Потом я ставлю лайк в углу, чтоб знали силу все мою. Я докажу, что очень крут, способен на любой замут. Итак, знакомьтесь, коркий кекс. Я безусловен, как рефлекс. Коркий кекс, я нежно прочий, Ужас летящий на крыльях ночи. Я чёрный лес, у меня и век. Это королевский коркий кекс. Коркий кекс, я нежно прочий, Ужас летящий на крыльях ночи. Я чёрный лес, у меня и век. Королевский коркий кекс. Субтитры сделал DimaTorzok